Сегодня в эфире. Врач, имя которое не называется, указала диагноз «гомосексуальное поведение» в карте больного, уточнив, что это состояние у пациента «хроническое» и сопроводив его кодовой маркировкой 302. Такая маркировка была принята в международной классификации болезни МКБ-9 до 1989 года. Она означала «эгодистоническую половую ориентацию» психическое расстройство, при котором пациент высказывает стойкое и непреодолимое желание изменить свою сексуальную ориентацию в связи с присоединившимися психологическими нарушениями и расстройствами поведения и может добиваться лечения для такого изменения. Пациент четко осознает свою гому, би- или гетеросексуальность, но отказывается принимать ее, негативно реагируя тревогой, депрессией или страхом. Однако гомосексуализм был исключен из десятой версии классификатора. Однако диагноз «эгодистоническая гомосексуальность» сохраняется как «желание пациента изменить свою сексуальную ориентацию в силу дополнительных имеющихся психологических и поведенческих расстройств». Психическим расстройством в современной классификации признается не гомосексуальность, а связанный с нею существенный психический дискомфорт, вследствие которого может возникать стремление ее изменения. Глава Минздрава объяснила, как относится к гомосексуалистам, Мэтью Мур, который является открытым геем, рассказал, что был шокирован, когда узнал, что эта маркировка означает «сексуальное отклонение или психическое расстройство». «Этот код настоятельно не рекомендуется к использованию при постановке медицинских диагнозов с 1973 года», пишет медпортал.ру. «У меня челюсть отвисла до пола. Я подумал, вот еще один способ унизить гея и заставить его почувствовать себя ничтожеством. И чем больше я думал об этом, тем злее я становился», рассказал он, добавив, что ничего не имеет против указания его сексуальной ориентации в карте, но не потерпит, чтобы оно описывалось как «хроническое состояние». Когда по совету адвоката и друзей Мур потребовал разъяснению врача, та стала отстаивать свою позицию, ссылаясь на то, что «гомосексуальность по-прежнему считается болезнью». Тогда мужчина обратился с письмом к администрации клиники и получил ответ с извинениями от ее старшего руководителя, Хайди Иссигал, Хайди Иссигал. «Мы в полной мере понимаем ваши чувства и примем необходимые меры, чтобы случай, подобный вашему, не повторился. Мы хотели бы однозначно заявить, что Таранас Мемориал Фисишан Нетворк не рассматривает гомосексуальность как заболевание или хроническое состояние и не одобряет использование кода 302 для постановки диагнозов». Мур также добился возврата 30 долларов, уплаченных за визит к врачу. Мэтью Мур отметил, что не планирует подавать иск против своего врача. Его единственной целью было побудить других людей к открытым высказываниям, если что-либо подобное произойдет с ними.